Традиционно начинаем субботний выпуск с того, о чем нам не расскажет БСТ, и на минувшей неделе БСТ нам не расскажет, например, о том, что Республика Башкортостан по итогам 7 месяцев 2020 года заняла первое место в ПФО по дотационности и зависимости от федерального центра. Безусловно, структура этой зависимости, конечно, не может быть сравнима с той зависимостью, которую имеет, например, Чечня или Дагестан, но, тем не менее, вот эта мера зависимости республиканского бюджета от федерального, конечно, не может не настораживать. БСТ, конечно же, нам не расскажет о том, как хорошо питается Ради Фаридович за счет все того же республиканского бюджета. Стало известно, что за один только торжественный обед в честь открытия музея Шульганташ бюджета республики пришлось выложить аж целых 5 миллионов рублей. А в отпуске в Узбекистане Ради Фаридович с товарищами мудрился проесть 6 миллионов рублей в течение недели, и это несмотря на традиционную хлебосольность, принимающую узбекской стороны. Впереди визит в Иран. Страшно предположить, сколько они смогут там освоить бюджетных денег республики через свой желудок. Безусловно, главным днем на прошлой неделе для многих стал четверг, 1 сентября. Десятки тысяч детишек и еще больше счастливых родителей, бабушек и дедушек пошли с цветами в школы, пахнущие свежей краской и свежим капитальным ремонтом. С гордостью башкирские чиновники доложили о том, что качественно и в срок отремонтировали и оборудовали по последнему слову техники школу в далеком ЛНР. Но вот ведь незадача. Школу за пределами не то чтобы республики Башкортостан, а вообще за пределами даже Российской Федерации, они смогли поднять из руин, довести ее до мирового уровня, а вот в родном Башкортостане школы десятками оказались не готовы принять учеников. 25 гигантских автоконвоев благополучно пересекли рубежи Российской Федерации и отвезли стройматериалы и все необходимое для школы в ЛНР. А вот деткам Башкортостана достались аварийные здания и ветхое оснащение классов. Изображая бурную деятельность, два министра, Хажин, министр образования и Егор Родин, представитель Госкомитета по строительству, метнулись аж в Старый Сибай 1 сентября инспектировать катастрофу со строительством школы, как будто бы вот в этот момент можно было что-то уже изменить. Многие, конечно, опасаются того, что, как бы вернувшись эти два министра, не доложили Радио Фаридовичу, что все нормально, школу-то построили в срок и хорошо. Но знаете, Радио Фаридович, украли школу у нас. Ну, как украли те 66 километров кабеля на подсветку трассы Уфастер-Литамак, ну или еще что-нибудь. Потому что Радио Фаридович как-то очень уж благосклонно относится к подобным объяснениям в отношении того, что что-то не успели, не сделали, не доделали и так далее. Горячие головы, конечно, требуют наказать Хажина, арестовать, посадить, расследовать, конфисковать и так далее. Но для него, пожалуй, есть еще более страшные наказания. Я полагаю, что Радио Фаридовичу, помимо того, что нужно исполнить обещание об увольнении Хажина 1 сентября 2022 года, в случае, если школа в Старом Сибай не будет открыта, кроме всего этого, нужно еще и назначить Хажина, например, в ту же самую школу в Старом Сибае, физруком. Дело в том, что господин Хажин тщательно скрывает, что по образованию-то он педагог, то он педагог, конечно, но он педагог по преподаванию физической культуры. Закончил там какое-то училище физкультуры и так далее. В общем, так прямо скажем, еще тот педагог. Так вот, я полагаю, что это было бы справедливо. Не просто уволить с позором его с должности министра, а еще и назначить физруком Старой Сибай. На минувшей неделе огромное количество сообщений, всевозможных материалов нам прислали наши подписчики в отношении школ и их состояния по всей республике Башкортостан во всех уголках нашей многострадальной республики. Я приведу несколько из этих сообщений, таких самых характерных и ярких, чтобы было понятно, что речь идет не только о Старосибайской школе, но и о многих десятках других школ, которые находятся либо в бедственном, либо в плачевном состоянии. Новобулгакова, совсем близко от Уфы. Школу обещали сдать 1 сентября 2021 года, потом 1 сентября 2022 года. Теперь вообще неизвестно, когда сдадут, что там происходит с детьми. Два класса возят на автобусах в село Камышлы учиться. Еще два класса возят в село Суколкино. Часть начальных классов переводят на дистанционное обучение. Потом, через какое-то время, оставшуюся часть переведут на дистанционное обучение, а предыдущую часть вернут на очное обучение. Есть, например, аудиоролик обращения жителей Новобулгакова по поводу вот этой ситуации, но что-то мне подсказывает, что это обращение не возымеет своего действия. Вы все прекрасно знаете ситуацию с новой школой, которая, к сожалению, не успевает сдаться к 1 сентября. Поэтому наша школа получилась более чем перенаполнена. Также вы, скорее всего, знаете ситуацию с первыми классами, которые должны были пойти в Новобулгакова, что они начнут свое обучение в школах начальных Камышлы, деревне Камышлы и деревне Стуколкино. Так как школа перенаполнена на приличное количество детей, прокуратура республики вынесла предписание устранить перенаполняемость школы до постройки новой школы. Подрядчики новой школы говорят, что она построится 2-3 недели. Я туда езжу каждый день. В принципе, если вы там рядышком, вы прекрасно видите, что она действительно быстро начала строиться. Но, тем не менее, предписание прокуратуры надо выполнять. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Поверьте, прежде чем выйти к вам с этим обращением, проведена немалая работа. Пересмотрено большое количество вариантов. Варианты возить какое-то количество детей в наши филиалы. Вы знаете, у нас есть филиал в Ольховом. Варианты возить детей в какие-то другие школы. Но все, что связано с подвозом на дальние расстояния, это небезопасно. Поэтому от этого варианта мы отказались. Существует вариант с дистанционным обучением. Уводить всю школу на дистанционное обучение или часть. У нас с вами есть такой печальный опыт, и мы знаем, что это, в общем-то, не совсем хорошо. Поэтому принято вот какое решение. Уходить на дистанционное обучение частями, скажем так, определенным количеством обучающихся. Следственный комитет подсуетился и возбудил уже уголовное дело по вот этой школе в Новобулгаково. Но, увы, крайним, судя по всему, будет вовсе не министр Хажин, а знаете кто? И даже не подрядчик, а будет эксперт госэкспертизы, проводивший экспертизу и оценку проекта. На объекте в Новобулгаково выявлен целый ряд нарушений. Нарушения при проектировании и составлении смет, несоответствия сумм оплат и выполненных работ. Удорожание проекта на 95 миллионов рублей. Кстати, в чей карман произошло это удорожение? Как всех этих вопиющих нарушений за длинный-длинный период работ не заметило целое огромное ведомство Хажина или не менее огромное ведомство Егора Родина? Возможно, конечно, что эксперт окажется британским шпионом, сбудется версия вице-премьера Барданова и тогда встанет на свои места. Но что-то мне подсказывает, что все значительно проще. Село Ахунова, Училинский район. Администрация экстренно принудила родителей детей сделать работу строителей, а именно убрать с территории школы строительный мусор. Родители убрали этот мусор, но не помогло. Школу не разрешили эксплуатировать, прокуратура не допустила открытия школы, ввиду того, что она категорически не готова. И школьники вот уже второй год будут обучаться в помещении детского сада. Село Кармаскалы. Школа закрыта с 2020 года и признана неподлежащей восстановлению. Детей пытались учить в здании пустующего кинотеатра. После этого распределили по вторым и третьим сменам в окрестных школах. Жители нескольких районов Уфы, Затон Восточный, Инорс, Кузнецовский Затон, Зеленая Роща требуют обеспечить их детей школами и записывают обращения к Хабирову и Путину. Еще раз предположу, что все эти обращения не возумеют своего действия, потому что у Хабирова есть более важные вещи. Он готовится к поездке в Иран. Он уже предвкушает, как сытно там будет питаться, и на школы, которые требуют у него построить жителей республики, ему глубоко наплевать. Школу! 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 Очень важно здесь отметить одну странную особенность, что весь этот сыр-бор про школы возник буквально за неделю до 1 сентября. Предположить о том, что ведомство и в целом правительство республики не знало и не в курсе было того, как обстоят дела в этой сфере, ну, наверное, странно. Потому что есть какая-то мераосведомленности все-таки о делах, которые происходят внутри ведомств и подразделений правительства. Ну, а если этой осведомленности нет, то тут точно нужно брать метлу и всех выметать вон. В целом же ситуация, которая сложилась с обеспечением школами и учебными местами в республике Башкортостан, подозрительно напоминает послевоенную разруху, когда враг был изгнан, а вокруг пепелище войны. Но вот только непонятно, кто же сейчас этот безжалостный враг, лишивший наших детей школу? Неужели это все проделки британских диверсантов, которые повсюду мерещатся сонному вице-премьеру Барданову, или все-таки это вопиющая неэффективность управления республикой? Уфимская мэрия под предводительством веселого самокатчика безуспешно пытается выбраться из скандала, вызванного попыткой застроить клочок земли около Уфимского цирка. Извернувшись буквой ЗЮ, веселые КВНщики из Нефтекамска пытаются укусить себя же за хвост и подают в суд на Министерство земельных и имущественных отношений, предполагая незаконность предоставления земельного участка застройщику. При этом как-то позабыв вовсе о том, что сама же эта мэрия проверила это предоставление участка законность и выдала после этого разрешительные документы на строительство. Напомню еще раз, разрешительные документы на строительство у застройщика имеются в полном объеме. Кстати, само строительство совершенно недавно было признано законным и арбитражный суд, в который был подан еще один иск, подтвердил, что застройщик строит на этом клочке два огромных многоэтажных дома абсолютно законно, именно с разрешением мэрии Уфы. Ребята на самокатах, по сути, сами себя обыграли. А тут еще Хабиров решил подстраховаться и дистанцироваться от этого скандала, публично возмутился и говорит, что ему кажется, что, дескать, как только он отвернется, сразу же за его спиной начинается некая точечная застройка. Ну так не отворачивайтесь, дорогой Радифаритович. Посмотрите вокруг, трезво ужаснитесь, признайте, наконец, ошибочность назначения господина Мавлиева мэром Уфы, исправьте эту ошибку и поехали дальше. На прошедшей неделе по иску БАШ РТС суд признал банкротом муниципально-унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети», которое в том числе и в числе прочих занималось поставкой тепловой энергии в дома жителей Уфы. При этом же жителям Уфы на минувшей неделе доначислили платежи по отоплению в пользу все того же МУП УИС аж трехлетней давности. Спохватились, вспомнили, а, что-то мы тут неправильно посчитали, вот вам еще платежечка, будьте добры, оплатите. Я вот недоумеваю, а что недоначислить, например, за последние 40 лет или 50 лет? Побольше же выйдет. Плюс к этому с 1 сентября подорожало водоснабжение в Уфе, еще с 1 сентября доначислят в платежке ЖКХ платежи по общедомовым нуждам, ну а скоро задолжников соседи будут платить все остальные жители многоквартирного дома. В общем, веселый сентябрь в области ЖКХ только начинается. Жители района Зеленая роща Уфы продолжают высказывать свое недовольство планами мэрии построить снегоплавильный завод в районе улицы Саги-Тагиша. Там уже начали рубить деревья, готовя площадку под строительство, а жители опасаются бесконечной вереницы грузовиков с грязным снегом и опасных испарений. Особенно странно выглядит план строительства снегоплавильного завода в непосредственной близости от противотуберкулезного диспансера, который там расположен. Ведь обитателям этого диспансера точно никакие новые и дополнительные испарения не на пользу. Очевидно, что жилье в таком районе, в такой непосредственной близости к вот этому снегоплавильному производству, точно не будет очень привлекательным для инвесторов и для покупателей. Да и, собственно, жители этого района наверняка задумаются как бы переехать куда-нибудь подальше от этого снегоплавильного завода. В своих передачах мы многократно упоминали о некой кадровой извращенности ради Фаридовича Хабирова, о странностях его кадровой политики и о бесконечной вот этой пляске на граблях. Но, тем не менее, на этой неделе случилось два существенных кадровых изменения в высшем руководстве республики, и мы сейчас о них поговорим. Министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Николаевич Шельдяев заделался на этой неделе еще и вице-премьером правительства. Вице-премьером по научно-техническому развитию. Уф, не многовато ли будет для одного единственного заурядного карьериста вот такой вот нагрузки. Ну и что, что он так нравится Радию Фаридовичу своими бодрыми новостями будущего, обещаниями и какой-то смутной статистикой? Что еще нужно сделать для того, чтобы стать вице-премьером? Скоро, пожалуй, в правительстве и не останется простых министров. Все окажутся вице-премьерами. Если я не ошибаюсь, это уже 12-й вице-премьер. Может быть, уже хватит, Радий Фаридович, достаточно вице-премьеров? Случилось на этой неделе и абсолютно классическое хабировское кадровое назначение. 32-летний житель Ишимбая Артур Давлетшин стал главой госжилы инспекции по республике Башкортостан. И это при том, что профильного образования по строительству или ЖКХ у господина Давлетшина не было и нет. Еще пять лет назад господин Давлетшин трудился скромным машинистом. А теперь уже заделался руководителем республиканского ведомства. Вот знать надо, где родиться. И, видимо, знал, где родиться господин Давлетшин. Если навскидку обозреть тех, кого притащил в высшее руководство республики ради хабиров, то мы с удивлением обнаружим, что это физрук, машинист, монтажник печатных плат, торговка тканями, американец, скрывающийся от уплаты налогов и так далее, и так далее. Вот подобная пестрая компания, она вообще чем может быть полезна для республики? Именно на постах управления целыми ведомствами. Не пора ли уже задуматься о том, что на работу нужно брать профессионалов, а не тех, кто тебе глянулся, или тех, кто тебе родня, или тех, кто просто родился с тобой в одном городе? Логическая связка жопы и должности президента Российской Федерации никак не покидает медийной повестки России. На этой неделе сам Владимир Путин заговорил почему-то о резиновой попе на встрече со школьниками в Калининграде в День знаний. Это вообще-то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать. На мой взгляд, довольно странно было то, что 70-летний старик является на встречу с детишками 1 сентября и начинает такие разговоры. Ну да ладно, оставим это на совести нашего незабвенного президента. А вот наш прославленный земляк Юрий Юлианович Шевчук настаивает на том, что все-таки родина – это не жопа президента. И на минувшей неделе была подана апелляция в Верховный суд Республики Башкортостан на решение советского суда города Уфы, который приговорил Юрия Шевчука к наказанию в виде штрафа. Ну, будем наблюдать, будем сочувствовать Юрию Юлиановичу. На 3 октября назначено рассмотрение апелляции в Верховном суде Республики Башкортостан. Нам остается надеяться только на справедливость. Сегодня, 3 сентября, в Москве прощаются с первым и последним президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он умер на минувшей неделе на 92-м году жизни и будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Можно по-разному относиться к Горбачеву, обвинять его во всех собственных проблемах, вешать на него всех собак, но нельзя отрицать главного. Именно Горбачев поднял железный занавес над нашей страной, выпустил всех без исключения политических заключенных и дал импульс движению страны в сторону прогресса и развития. И не вина Михаила Сергеевича в том, что мы не смогли воспользоваться свободой, возможностями, не оценили перспектив. Не виноват Горбачев и в том, что многие из нас цепляются за темное прошлое только потому, что там был вкусный пломбир или потому, что там прошло наше детство. Тем более, что абсолютное большинство тех, кто цепляется за СССР, в этом СССР никогда и не жили. А вот те, кто доподлинно помнят, как там жилось, сидят и помалкивают и не вздыхают об этих гадких и ужасных временах. В своем телеграм-канале мы провели опрос на тему отношений наших подписчиков к Горбачеву. В опросе приняло участие почти тысячи человек и голоса распределились следующим образом. 48% считают, что Михаил Сергеевич дал России шанс. И я в том числе. 40% опрошенных считают, что он развалил СССР, но, правда, не уточняют, хорошо ли это плохо. Пожалуй, что это тоже правда, потому что в этом принял участие Михаил Сергеевич. И 12% высказались безразлично к фигуре Михаила Сергеевича Горбачева. Как ни странно, я считаю результаты вот этого опроса вполне себе объективными. Действительно, примерно так и раскладывается отношение к ушедшему от нас первому и последнему президенту СССР. Я не перестаю призывать вас подписываться на телеграм-канал «Открытой политики». Он растет, становится интересным. Масса комментариев, масса дополнительных материалов. Ставьте лайки, комментируйте. Ставьте лайки под этим видео, потому что это очень важно для продвижения видео в YouTube. Ну, а те, кто хочет помочь материально нашему каналу, для них есть единственная возможность. В каждом нашем выпуске мы публикуем реквизиты нашего расчетного счета и заранее благодарны всем, кто может и хочет нас поддерживать, потому что это очень важно для нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!